Зима, как обычно, наступила неожиданно. Сначала шли ливни, которые не дали нам завести на наш низкий участок торф, просто дорогу развезло, но мы это обязательно сделаем весной и покажем, как правильно улучшить тяжелую глинистую почву с углинистой. А сейчас я хочу поговорить о очень важной работе для садовода зимой. Снежные зимы, с одной стороны, это великолепно, это одеялко, которое укрывает нашу землю, это вода, талая, хорошая вода весной. А с другой стороны, слишком много снега, который налипает на кроны деревьев, налипает на наши кустарники, может их поломать. И как раз прошлый год был именно таким. У нас огромное количество деревьев пострадало из-за налившего снега и льда. Поэтому, если вы видите, что у вас на деревьях целые шубы из снега, не поленитесь, аккуратненько их отряхните. Это спасет кроны от разламывания. На многих кустарниках, на декоративных туях тоже налипает снег. Не забывайте их стряхивать. Особенно страдают от налипшего снега хвойники. Они же не опадают, и на их веточках налипают целые шапки снега. Посмотрите нашу Данику, как уже развалил снег. Поэтому обязательно отряхивайте снег с ваших туек, с ваших можжевельников и прочих хвойников. Зато сейчас посмотрите, какая у нас красавица. Кругленькая, зелененькая и пушистенькая. А еще пахнет приятно. Зима – это хорошо, снег – это великолепно. Но не в том случае, если он толстой шубкой лежит на вашей поликарбонатной теплице. Сколько бывает случаев, когда вполне себе надежные теплицы под толстым слоем мокрого снега проламывались, не выдерживал каркас. Поэтому, если у вас уже образовалась шуба на теплице, вовремя ее снимайте. А если у вас нет возможности регулярно приезжать и щищать снег с теплицей, то позаботьтесь о подпорках внутри нее, чтобы они не давали снегу проламывать каркас, поддерживали. Подпорки обычно устанавливаем по центральной грядке под самую высокую точку теплицы или под точки, там, где сходятся арки креплений, арки, которые держат каркас. Главное, чтобы снег не смог продавить тепличку, и тогда с ней все будет хорошо. Ну и, конечно же, сейчас самое время занести в теплицу побольше снега. Не забывайте выполнять эти простые, нехитрые действия, и ваша теплица прослужит вам долгие-долгие годы и будет радовать вас хорошим урожаем. В декабрь самое время заготовить черенки для весенней прививки. Уже прошли первые холода, даже выпал снег, а это значит, что растения не просто погрузились в покой, а они прошли необходимую закалку. Для нарезки черенков мы всегда выбираем однолетний прирост. Обязательно здоровый, без признаков поражения болезнями, вредителями. Например, здесь могут быть яйца тли или еще кто-нибудь. Конечно, побеги, которые мы будем использовать, должны быть вызревшие. Это значит, что на верхушке должна быть заложена хорошая верхушечная почка. Оптимальная толщина черенка приблизительно от толщины карандаша и до сантиметра, не более. Итак, какой же черенок мы выберем? Не нужно вырезать те побеги, которые растут в нужную для нас сторону. В первую очередь вырезаем загущающие, но вызревшие, или мешающие другим веткам однолетние побеги. Вырезаем на кольцо. А вот здесь я сделаю срез на чопик. Дело в том, что очень хорошая почка, которая вот здесь, вот эта красавица, которая растет в нужную нам сторону. Вот здесь проснется почка, из почки побег, который займет, вот, свободное место в кроне. И вот здесь, пожалуй, череночек. Итак, у нас три хороших, вызревших черенка груши. И что теперь нужно с ними делать? Их нужно сохранить. Хранить черенки можно самыми разными способами. Но прежде чем отправить их в хранилище, сделайте очень важное дело. Подпишите. Очень много проблем бывает с тем, что мы, полагаясь на собственную память, ну, я запомню, у меня всего два сорта, я их отличу. И мы забываем. А потом мучаемся. Так что же за сорт я срезал? Этикетки можно использовать разные. Но я вот лично выбрала для себя самодельную этикетку из баночки от газированного напитка. Здесь продавливается ручкой на мягком материале название сорта и культуры, чтобы у вас потом не было никаких вопросов. Сделали этикетку, подписали название сорта и завязываем. Как минимум два оборота, чтобы ничего не помешало развязаться. Итак, вот мы получили пучок, подписанный, этикетированный. И только после этого мы можем отправлять его на хранение. Существуют разные способы хранения черенков. Можно, например, обернув нижнюю часть черенков влажной тканью, положить в пакет и отправить на нижнюю полку холодильника. Главное следить, чтобы не пересыхало и не заплесневело. Поэтому пакет никогда не завязываем плотно. Но самый надежный, проверенный способ столетиями – это хранение в снегу. Для хранения нам понадобится, помимо черенков, пакет. Можно использовать полипропиленовый пакет или обычный полиэтиленовый. Помещаем в пакет наши черенки. Сверху понадобится еще один пакетик. И прячем в снег. Желательно выбрать место с северной стороны здания, либо забора, там, где снег хранится наиболее удобно. И обязательно это должно быть высокое место. Иначе, если вы выберете низину, там весной застаивается вода талая. Или во время оттепеля тоже появляется вода, которая может повредить эти самые черенки. Раскапываем север, укладываем туда черенки. Сверху можно закрыть их лапником от мышек, которые часто бегают под снегом. И засыпаем. Для того, чтобы снег в таких схронах не таял, сверху по слою снега рассыпаем еще слой опилок. Получается такой вот слоеный пирог. Опилки не дадут растаять снегу, и черенки сохранятся в оптимальных условиях до весны. А дальше вам останется только их вовремя достать и привить на свои деревья. Ну и, наконец, третий способ. Если у вас есть холодный подвал, где температура держится около 0, плюс-минус 1, ну или даже совсем небольшой минус, то можно взять эти череночки, взять какую-нибудь емкость, ведро, набить снегом и поставить их в снег, в это ведро, и опустить в холодный подвал. Там они тоже будут в целости и сохранности. Главное следите, чтобы вода, точнее, главное следите, чтобы снег не растаял и не испарился, чтобы был какой-то уровень воды. Ну и периодически можно подрезать кончики черенков, которые стоят в подвале, чтобы предотвратить их подсыхание. Вот так можно сохранить любые черенки, начиная от яблони, заканчивая персиками и абрикосами, и уже весной привить их в крону дерева или привить дичку, подвой и получить своё собственное деревце. Кстати, этот способ прекрасно подходит для тех, кто хочет сохранить старый любимый сорт дедушкиных, бабушкиных, яблонь, груши и так далее. Много кто обращается, у моего дедушки прекрасное дерево, прекрасное яблони, но я не знаю, что за сорт. Я хочу такой же саженец. Так вот, сейчас самое время снять с них черенки, весной привить и получить своё собственное бабушкино дерево или дедушкино, которое будет долго-долго радовать вас, ваших детей, ваших внуков. Процветания вам! С вами была Юлия Кондратёнок. Субтитры создавал DimaTorzok